Готика 2 Ночь Ворона И в прошлой части, которая была довольно-таки давно, я остановился на том, что присоединился к ополчению, а также выполнил некоторые квесты от Лорда Андре. Ну а в этом эпизоде, как я и обещал ранее, мы отправимся и расправимся с бандитами, которые находятся неподалёку от фермы Анара. А также в этом эпизоде мы окончательно узнаем, куда пропали все пропавшие люди. Ну и прежде чем отправиться туда, на ферму Анара, я забегу в таверну для того, чтобы взять там один небольшой квест, о котором я забыл. Вообще-то я мог выполнить его уже довольно давно, но поскольку я забыл о нём, то я выполню его тогда сейчас. В принципе, разницы нет вообще, когда его выполнять. Его можно выполнить вроде как вообще, хоть в пятой главе. Ну что ж, тогда давайте тогда так и сделаем. И сейчас также, хотя напомню, что этот эпизод я записываю уже второй раз, поэтому сразу говорю, он таким идеальным, как в первый раз получится, и получиться уже не так не смог. Так, ну мы тут немножко, как вы видите, сейчас пострадали от орка, который на нас напал. Надо его всё-таки как-нибудь убить, но, честно говоря, руки до этого пока что у меня не доходят. Ну я обязательно это сделаю, и сделаю как-нибудь потом, чуть позже, за кадром. В принципе, я даже думаю, что сейчас вот с таким оружием, с армалетом, я думаю, что с ним смогу справиться. Но придётся, понятное дело, мне немножко помучиться. Так, ну что ж, давайте тогда сейчас подойдём, зайдём в таверну и поговорим здесь с одним человеком. Его зовут Рухар. Ну сейчас вы, в принципе, всё узнаете, почему я к нему решил зайти. Как здесь пиво? Не самое лучшее. Но в наше время не приходится особенно привередничать. Что ты делаешь здесь? Ещё несколько недель назад вкалывал как раб на ферме Анара. Но однажды я понял, что больше так не выдержу, и сбежал оттуда. Теперь я сам себе хозяин. Всё, что принадлежит мне, находится в этом сундуке. И больше мне ничего не нужно. Не хочешь посостязаться со мной? А что это за состязание? Я называю это пей до дна. Правила очень просты. Мы по очереди заказываем по кружке этого превосходного пива, которое предлагает этот старый чудак. Каждую кружку нужно сушить до дна, так чтобы стол остался сухим, если её перевернуть вверх дном. Выигрывает тот, кто дольше сможет держаться на ногах. Проигравший оплачивает пиво и ставку. Ну, как тебе это? Может быть позже, когда я не буду так торопиться. Могу я поставить на кого-нибудь ещё? Конечно. Если ты найдёшь кого-нибудь, у кого хватит смелости повериться со мной с силами, я приму твою ставку. Все кладут одинаковые ставки в горшок. Победитель забирает всё. Размер ставки зависит только от размера твоего кошелька. Приведи мне кого-нибудь, кто осмелится повериться со мной силами, и я приму твою ставку. Так, ну что ж, вот как раз таки тот самый квест, о котором я вам говорил. Что ж, это состязание с Рухаром, и я даже знаю, кого можно привезти к нему. К нему можно привезти одного крестьянина с фермы Акила, которого зовут Рэндальф. Ну что ж, сейчас тогда отправлюсь на ферму Акила, отправлюсь я через мост, так как этот способ более быстрый, чем идти под мостом и ходить это всё кругами. На мосту бандитов уже нет, так что я буду ходить теперь всегда вот так вот, если, конечно, я иду на ферму Акила. Что ж, сейчас мы тогда поговорим с Рэндальфом, потом снова отправимся и скажем Рухар о том, что я знаю, на кого сделать ставку. Ну а после всего этого я тогда отправлюсь, ну и уже узнаю всё о пропавших людях, а также разберусь с теми самыми бандитами. Ну а сейчас, пока я иду, давайте я вам расскажу всё, что я знаю пока что о пропавших людях. Ну во-первых, пропавшие люди, они пропадают отовсюду, как и из города, так и из ближайших ферм. То есть, люди пропадают, как я уже и сказал, отовсюду. За этим стоят бандиты, это мы уже узнали, и перевозят как раз таки этих самых бандитов вместе с этими людьми пираты. Ну и в принципе это пока что всё, что нам удалось узнать. Ну и, чтобы узнать нам остальную информацию, мне нужно будет пойти вновь к тем самым бандитам и поговорить с Декстером. Напомню, что раньше я к ним уже ходил, но с Декстером я говорил только насчёт Патрика, и никак не более. А сейчас я полностью поговорю с ним, и узнаю, кто же всё-таки за этим стоит, и зачем это всё им нужно. Так, ну а сейчас давайте пойдём и поговорим с Рэндальфом. Если не ошибаюсь, то это вот этот вот крестьянин. Эй, ты... Эй, да, я не ошибался. Всё в порядке. Да, я в порядке. Этот Альварес становился всё наглее и наглее с каждым днём. Хорошо, что всё кончилось. Отчего я не отказался бы сейчас, так это от стаканчика хорошего вина в таверне. Ты ведь не здешний, да? Я пришёл с Южных островов. Когда-то ходили глашатые и объявляли, что на Хоринисе нужны люди, чтобы добывать магическую руду. Но когда я приехал сюда, они возвели этот огромный барьер, и мне расхотелось идти туда, поэтому я начал работать в порту. Затем сюда перестали заплывать корабли, и я пошёл работать на Акила. У меня была работа и похуже. Сейчас ещё ничего. Ты бываешь в таверне? Бывал, но больше я не могу позволить себе ходить туда. А что там происходит в таверне? Там проводят азартные игры. Двое состязаются друг с другом. Тот, кто может выпить больше пива, побеждает. В последнее время я только проигрывал, и теперь у меня совсем не осталось денег. С кем ты соревновался? С Рухаром, этим старым бездельником, он всегда побеждал меня. Но у меня есть подозрение, что эта грязная свинья всё время подмешивала в моё пиво джин. Я думаю, он держит джин в своём чёртовом сундуке. Вот подлец. Кто-нибудь должен подменить джин в его сундуке на воду? Тогда он может подливать её в моё пиво сколько хочет. Если бы только у меня были деньги, чтобы сразиться с ним ещё раз. Так, ну что ж, мы поговорили с Рандольфом. Ну и узнали о том, что Рухар, скорее всего, зарабатывает нечестным способом. Ну я как раз сейчас имею в виду то, что он подливает джин. Ну что ж, сейчас мы тогда с этим и разберёмся. И действительно, это так и есть. Рухар действительно побеждает нечестным способом. Что ж, мы сейчас тогда так и сделаем. После чего поговорим с ним, сделаем свою ставку. Ну а потом отправимся к Рандольфу. Скажем ему о том, что всё улажено. И он может идти и начать состязаться. Потом мне необходимо будет подождать где-то вроде 3 дня, что ли. Точно я не помню. И после этих 3 дней я должен буду снова подойти в таверну. Ну и если Рандольф выиграет. Но если вы всё сделаете правильно, то он обязательно выиграет. То я тогда получу ещё свои заработанные деньги. Что ж, по-моему, очень даже неплохо. И теперь у нас сейчас главная задача. Это выманить Рухар из таверны. Как вы видите, сейчас он стоит возле своего сундука. Если я просто так полезу в него, то он нападёт. Сейчас я вам покажу один из способов, как можно залезть в этот сундук. Дело в том, что вечером вроде как... Я не помню точно с какого времени. Хотя я даже и не засекал. Но где-то так часов, наверное, с 9-10 он уходит и садится. Вот на вот эту вот лавочку, которая находится здесь. И утром часов вроде в 8 или в 9 он встаёт отсюда и опять идёт к своему сундуку. То есть я должен буду подойти к этому сундуку ночью, пока Рухара не будет здесь. И у меня, в принципе, не будет никаких проблем. Я спокойно подменю джинную воду и потом поговорю с Рухаром. Ну что ж, давайте тогда так сейчас и сделаем. Итак, для начала спим до полуночи. Так, теперь давайте посмотрим, убедимся, ушёл ли Рухар. Ну да, как, в принципе, я и говорил. Он сейчас, если не ошибаюсь, сидит тут на скамейке. Ну да, в принципе, я всё сказал вам правильно. Он сидит на скамейке. Так, и давайте теперь подменим. Надеюсь, вода-то у меня хотя бы есть. Так, ну как раз последняя бутылка. Ну что ж, отлично. Мы всё сделали. И теперь давайте поговорим с Рухаром. А потом уже отправимся на фирму Акива. Я нашёл человека, который хочет сразиться с тобой. Кто это? Рэндольф. Хо-хо-хо! Рэндольф Хвостун? Хо-хо-хо-хо! Ну хорошо. Почему бы и нет? Пришли этого слезняка ко мне и сделай ставку. Ты можешь выставить его ещё раз, не раньше, чем через два дня. Кто знает, может тебе повезёт. И он успеет протрезветь. Какова твоя ставка? Так, ну мы в принципе сделали всё, что надо, поэтому убираем максимальную сумму, то есть 100 золотых монет. 100. Вот это уже мне нравится. Я возьму твою ставку и подержу её у себя, пока состязание не будет окончено. Хорошо? Вот моя ставка. Хорошо. Но только не тяни. При виде Рэндольфа помыслы. Так, ну что ж, теперь я должен буду отправиться к Рэндольфу и поговорить с ним. Так, ну сейчас я поскольку не хочу спать до утра, я пожалуй-ка отправлюсь так ночью и пойду с факелом, ну чтобы это было какое-то дополнительное освещение. И честно говоря, я вот так вот хожу очень редко, а может быть даже и не ходил вообще. Ну а что, а так довольно интересно, ходишь так по ночам с факелом, всё тут так красиво, никого вообще нету. Ну как-то не знаю, так интереснее что ли играть. Ну как будто всё происходит в реальности. Хотя в реальности, скорее я бы, наверное, поспал до утра, а утром бы уже пошёл бы на ферму Акила. Ну ладно. Что ж. Так, ну вот мы сейчас уже находимся на мосту. Сейчас я, в принципе, не знаю, о чём говорить, поэтому говорю вообще всё подряд, что надо. Что ж, сейчас мы должны будем поговорить с Рэндальфом. Так, и после вроде всё, больше нам ничего делать не надо, только надо будет прийти через три дня. Но всё-таки я ещё забегу в таверну, ну мало ли что, может быть ещё надо будет там поговорить с Рохором, хотя вряд ли. Так, Рэндальф вроде здесь сидит где-то у костра, если я не ошибаюсь, конечно. Ну да, я не ошибаюсь. Так, что они там, овец съедят? Хм. Так, ладно, где этот Рэндальф? Вот он. Сколько денег тебе нужно для этого состязания? Десять золотых. Что ж, даём ему десять золотых, мазать. Я дам тебе деньги, чтобы ты сразился с Рохором. Правда? Огромное спасибо. Я скоро верну их тебе. Если я смогу победить, я даже верну тебе их с процентами. Ещё увидимся. Ну что ж. Ладно, теперь давайте отправимся тогда уже к этим самым бандитам. А хотя нет, 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 прежде всего я бы хотел ещё забежать в таверну, как я и сказал. А ладно, давайте тогда сейчас я забегу в таверну, а там тогда уже и посплю до утра. Но хочется ещё немножко походить вот так вот вечером. С факелом вроде идти тут. Вроде дорога не такая уж и слишком тёмная. Ну и не такая уж и слишком светлая. В общем, в принципе, всё довольно прикольно. Ну просто сейчас мне нечего совершенно сказать, то тогда давайте немножко поговорим о моём канале. Как вы могли уже заметить, то, что на канале там появились некоторые изменения, но я не буду, честно говоря, не говорить. Многие из них в лучшую сторону. Единственное, что может для вас не понравится, одно плохое изменение, так это то, что я вынужден был убрать все вот эти вот ссылки. Там на скачивание готики и так далее. В общем, я их поубирал. Ещё наверное, что не очень. Это то, что сейчас нет графика выкладывания видео. Но, как я уже и сказал, где-то в середине июня он появится. Да, уж доставил ты мне проблем. Теперь мне нужно быть поосторожнее с Рухаром. Почему? Пока он устраивает здесь это своё состязание, лучше, чтобы никто посторонний не знал о нём. Это плохо для бизнеса, понимаешь? Так, ну всё. Теперь мы точно убедились в том, что состязание началось. Ну что ж, да, действительно. Так, Рухар и Рендерф мне ничего не скажут. Угу. Ну что ж, теперь осталось тогда только ждать. Что ж, мы обязательно забежим к ним только спустя некоторое время. Конечно, можно сейчас попробовать поспать три дня, но не факт, что это сработает. Может быть, там даже нужно большее количество времени. Так. Ой, нет. Нет, 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 стоп, стоп. Как убрать этот факел? Дворотский факел. А, всё, вот, отлично. Итак, спим до утра. Ну давайте попробуем, значит. Этот день не в счёт. Нет, опять он этот факел берёт. Так, вот, значит. Раз день. Но мне всё равно кажется, что так вот ничего не засчитывается. Там надо либо вот так вот дней пять проспать, либо даже, может, больше. Так, ну вот. Нет, давайте ещё на всех случаях ещё один день поспим. Ну, мне кажется, такой способ не срабатывает. Это нужно, может быть, спать там до утра, до полудня, до вечера. Вот так вот, вот так, может быть, и сработает, но так просто вряд ли. Никто ничего не хочет знать. Вот ты где находишься. Я ждал тебя. Что случилось? Состязание кто кого перепьёт. Наконец-то закончилось. Кто победил? Ну что ж, по-моему, очень даже неплохо. Подожди минутку. Я даже не думал, что это сработает. Ну что ж, отлично. Похмелье? Нет, я чувствую себя отлично, правда. Всё, наконец, получилось. Спасибо ещё раз за деньги. Вот, получи их назад. Похоже, Рухар не скоро ещё оправится после этого. Так, мы получили в итоге сейчас не 10 золотых монет от него, а 12. То есть плюс 2 золотых монеты. А теперь от Рухара вроде мы получим ещё 200, то есть ещё плюс 100 золотых монет. Похоже, ты откусил больше, чем можешь проглотить. Вот твои идеи. И больше я ни славы не скажу. Ну да, 200 золотых монет. Что ж, по-моему, очень даже неплохо. Мы на этом квесте в итоге и получили опыт, и ещё вдобавок и подзаработали. Давайте выкинем этот дурацкий факел. Сейчас он мне в нём совершенно не нужен. Пускай он тут валяется, может быть, он когда-нибудь и исчезнет. Так, ну чем мы тогда займёмся сейчас? Ну а сейчас давайте тогда займёмся уже... Так, карту случайно открыл. Так, ну а сейчас давайте тогда займёмся уже поиском пропавших людей и так далее. Ну я не знаю, честно говоря, стоит ли вырезать вот этот вот весь путь. С одной стороны он вроде довольно-таки большой, с другой стороны он вроде не такой уж и сильно большой. Но поскольку сейчас мне не очень охота заниматься всеми вот этими вот вырезаниями пути, хотя изначально я это делал, сразу вам говорю, когда я записывал этот эпизод в первый раз, я это всё делал. Но сейчас давайте не буду это делать, так как мне это не очень охота, честно говоря. Мне охота заморачиваться с лишней обработкой видео. Но когда я буду возвращаться назад к Атросу, этот путь я обязательно вырежу, так как тут будет вообще довольно-таки долгая дорога, хотя я пойду через телепорт, но всё же это гораздо больше путь, и вам это вообще смотреть будет неинтересно. Но сейчас тогда я вам просто напомню, куда нам нужно идти, а также, может быть, давайте поговорим немного о том, что я буду делать в следующем эпизоде. Ну вот, какие планы у меня на следующий эпизод? В этом эпизоде, значит, я планирую разобраться с бандитами, узнать информацию, мне необходимую, от Декстера. Ну а в следующем эпизоде тогда будем делать следующее. Также сейчас давайте я забегу на ферму Анара, чтобы там взять квест на добычу шкуры чёрного тролля. Вот этим вот мы и займёмся в следующем эпизоде. Мы добудем не только шкуру чёрного тролля, а также в следующем эпизоде мы достанем арбалет Драгомира, а также ещё и вдобавок солнечное лое. То есть выполнил вот эти вот сразу три квеста. Поскольку они там находятся все рядом, ну и, в принципе, выполнить их все три, думаю, мне не составит труда. Единственное, что там будет сложно, это достать арбалет Драгомира. Вот это вот я считаю самым сложным заданием, так как там будет около где-то четырёх или пяти скелетов гоблина, если я, конечно, не ошибаюсь, а вот они довольно опасны. Ну ничего, я что-нибудь обязательно придумаю. В общем, всё будет нормально, из этого вы можете даже не волноваться. Только посмотрите на это. Чего тебе нужно? Ты присоединился к городским нищим? Похоже на то. Я скажу тебе одну вещь. Не важно, что ты носишь. Я вижу тебя насквозь. По мне, так ты просто скользкий, маленький, бездельный. И ничего больше. Я бы так не смог. В чём твоя проблема? Я вижу таких людей, как ты, насквозь. Способны только на слова, а когда доходят до дела, в кусты. Я ненавижу тех, кто одевается, как вельможа, и повсюду хвастает своими героическими делами. Не далее, как вчера, я набил морду одному такому. Он утверждал, что может завалить чёрного тролля одной лезвью. И что? Что ты хочешь сказать этим? И что? Ты хоть раз в своей жизни видел чёрного тролля Болтун? Ты хотя бы представляешь себе, насколько велики эти монстры. Если ты подойдёшь к ним слишком близко, они разорвут тебя на куски. В чёрного тролля нет проблем. Ты напрашиваешься, да? Я должен был уже оторвать тебе голову. Но у меня есть идея получше. Если ты такой великий боец, докажи это. А что мне с этого будет? Глупый вопрос. Почёт и твоя челюсть останется не сломанной. Не так уж много. Скажем, я заплачу тебе целую кучу денег, если ты принесёшь мне шкуру чёрного тролля. Как тебе? Уже лучше. Тогда чего ты ждёшь? Ты должен всё хорошенько взвесить. Так, ну что ж, вот как раз таки этот самый квест, о котором я вам и говорил. Называется он «Чёрная шкура». Ну что ж, мы добудем обязательно. Вообще, чёрного тролля можно убить на нулевом уровне, то есть вообще с самого начала игры. Как-то я его убийству показывал в своей рубрике «Ответы на вопросы». Это было ещё в самом начале прохождения. Ну и ничего, я покажу ещё раз, как его убить. Тем более, что сейчас я его убью в несколько раз быстрее, чем это было раньше, так как сейчас я уже гораздо более сильный. Так, ну сейчас мы отправляемся к бандитам. Здесь мы уже были. Но я напомню тем, если кто, может, не смотрел этот эпизод, когда я сюда ходил к ним. Если, ну, к этому времени вы уже, в принципе, должны будете знать имя их предводителя, то есть и Декстера. И при первом встрече, при первой встрече с этим вот стражником, он попросит назвать его имя. Ну, конечно, если выполнили, выполняли там какие-то квесты, если вы там всё проходили вот так же детально, как я, так что у вас с этим не должно возникнуть проблем. Сейчас я напомню, где можно будет узнать его имя. Во-первых, его имя можно будет узнать ещё вообще в самом начале игры, то есть, когда мы идём с Кавалорным разбираться там с бандитами. Это первый случай. Второе, где мы можем узнать его имя, это когда будем выполнять задание от Корда насчёт Патрика. Потом, в третье, где мы можем услышать его имя, это от пирата по имени Скип. Может быть, ещё где-то можно услышать его имя, но я, честно говоря, вроде уже больше не припоминаю. Наверняка ещё где-то можно услышать. В общем, считайте, вот три или четыре человека, которые могут сказать его имя. Так что, думаю, с этим у вас никаких проблем нет. Что ж, как видите, здесь бандитов довольно-таки много, и если я там, вернее, после некоторых разговоров с этим, как его зовут-то... Да, плохая память на имена. Только сказал его имя, и уже в итоге снова забыл. Ничего не беда, слава богу, что у нас есть этот вот журнал задания, и здесь мы можем всё узнать. Ну или не здесь. Вот здесь. Или не здесь. А, всё, вспомнил, вспомнил. Его зовут Декстер, да-да. Не знаю, вот вылетело прямо из головы его имя, и всё. Ну что ж, после некоторых разговоров с Декстером, на нас нападут вот эти вот все бандиты, и справиться с ними будет довольно-таки проблематично. Но сразу вам говорю, если у вас даже ничего такого нет, то здесь появится Грек. Он вообще непонятно откуда возьмётся, но, может быть, пришёл так же, как и я, и нападёт, начнёт разбираться с этими самыми бандитами. Боец, он очень хороший, поэтому он, в принципе, со всеми справится. Но я сейчас вам покажу такой способ, благодаря которому мы сможем получить ещё немалое количество опыта. Для этого нам потребуется вот этот вот самый свиток огненного дождя, который я находил, ну, там, помните, за фермой Сыкоба, там в лесу находятся бандиты, там где-то я его нашёл. Точно уже сам не помню, но где-то там этот свиток я взял. Как я говорил ранее, это, по моему мнению, это самый мощнейший свиток в игре. И, в принципе, сейчас я тоже такого же мнения. То есть, ну, вы, в общем, увидите, насколько мощнейший этот свиток, он убивает всех бандитов, вообще, с первого раза убьёт. Абсолютно всех, которые тут находятся. Ну, если, конечно, тут его правильно использовать, конечно. Нужно будет ещё поступить так, чтобы вот этих вот всех бандитов задело и их убило. Ну что ж, мы, в принципе, подготовились, здоровье у нас полное, свиток использован, вроде всё готово, поэтому давайте не будем терять время. О, я даже не сохранялся. Это старое, кстати, сохранение, которое было сделано после этого эпизода. Когда я ещё проходил в первый раз. Ну что ж, всё тогда, всё готово. А теперь давайте пойдём и поговорим с Декстером. И сейчас мы узнаем очень много интересной информации насчёт пропавших людей. Это я рекомендовал бы послушать каждому. Ты похищаешь жителей Хориниса. Итак, ты это выяснил. Хорошая работа, приятель. А я-то думал, я надёжно заметаю все следы. Куда попадают похищенные люди? Работают где-то здесь, в рудниках? Нет-нет, они далеко на северо-востоке. Тебе туда не добраться. Я мог бы показать тебе, где именно, но мне совершенно не хочется. Кто даёт тебе приказы? Хозяин? Очень опасный человек. Впрочем, ты его знаешь. Это Ворон. Один из бывших рудных баронов из Долины Рудников. Эти люди нужны ему для выполнения его планов. И это всё, что тебе нужно знать. Рудный барон здесь, в Хоринисе? Он больше не рудный барон. У него свои планы. И скоро Хоринис падёт к его ногам. Ворон опасен? Перестань. Да что тебе известно? Ты не знаешь его, как я знаю. Тогда он действительно был жалкой свиньёй, но теперь, после падения барьера, он изменился. На его лицо легла чёрная тень. Если слишком долго смотреть ему в глаза, его взгляд пронзит тебя, как когти хищника. Я дам тебе один совет. Беги из Хориниса. Беги, пока ещё не слишком поздно. Здесь тебя ждёт лишь верная смерть. Я не верю ни одному твоему слову. Послушай, это всё правда. Клянусь могилой своей матери. Тебя ищет человек с повязкой на глазу. Меня все ищут. Но это их дело. Если этому человеку есть что сказать, то пусть он приходит сюда. И что ты собираешься делать сейчас? Убить меня? Да. Но ты освободил нас всех. Вот почему я даю тебе ещё один шанс. Сваливай, исчезни. Сделайся невидимым. Уходи. И больше не попадайся мне на пути. Я должен узнать, куда ты отправил людей. Ты мог бы попробовать силой заставить меня говорить. Думаю, у тебя лучше уйти. Если я увижу тебя ещё раз, то без колебаний убью. Я предупредил тебя. Так, ну что ж, вот мы, в принципе, всё узнали. Ну, пока что, как сказал наш главный герой, я не верю ни одному твоему слову. Он, в принципе, ну, и вы сейчас можете пока что не поверить всему этому. Но, на самом деле, это правда. И очень-очень скоро, буквально через несколько минут, мы в этом убедимся. Ну, что ж, в принципе, у меня всё готово. Тогда давайте сейчас увидим это зрелище. Ты сам напросился. Итак, бежим. Так, видите, вот появился тот самый зло. Вот тут уже начали нападать. Да, бандитов. Но пока что я бегу. Жалко, тех не достал. Ну, а, кого-то достал всё-таки. Кто это там сейчас? Бандит. Ну, давайте сейчас его убьём. Да, честно говоря, попасть не могу. Ну, вы видели, в общем, всё это зрелище, как... Все бандиты просто так умерли. Ой, вот не надо было вот этого вот стражника приманивать. Убегаем, убегаем, убегаем. Он очень-очень сильный. Пускай лучше с ним дрёг расправиться, сразу говорю. Правда, за него мне могут дать 400 опыта. Но он очень... ...сильный. Хотя, может быть, даже... ...не получилось. Стоять, стоять, это мой опыт. Получил, подонок. Ага, значит, Декстер своё получил. Похоже, он мёртв. Не могу сказать, что мне его жалко. Проверь, что у него было с собой. Ну что ж, мы, конечно же, это сделаем. Но прежде всего, давайте... ...соберём всё, что находится у этих бандитов. Ну, мало ли чего. Может, они исчезнут или ещё чего-то. В принципе, в Готике такое возможно. Так, и сколько нам... Ну, в принципе, не так много, как вы видите. До нового уровня осталось всего лишь... ...тысячу опыта. Но если бы мы убили тут абсолютно всех бандитов... ...то новый уровень мы бы по-любому уже получили. Как раз-таки это у меня и произошло. Так, что сделал? Это у меня и произошло... ...когда я проходил... ...когда я не записывал это видео в первый раз. Ну что ж, раз сейчас не получилось, то ладно. Пускай тогда так и будет. Я не буду загружаться, не буду всё это делать заново. И так я убил довольно-таки много вот этих бандитов. Из этого не выйдет ничего хорошего. И так я получил за многих большое количество опыта. Вы видели, как они все сразу умерли. Буквально от одного использования такого свитка. Там ничего нет. Теперь вы, наверное, поняли, почему я считаю самым... ...мощнейшим свитком в игре. Из этого не выйдет ничего хорошего. Я надеюсь, вы согласны с моим мнением. Так, ну что ж, давайте. Я практически уже собрал тут все вещи, которые есть у этих бандитов. Осталось тут мне обыскать буквально несколько человек. Так вот и Декстер. Так, и давайте посмотрим, что есть у него. Но это неинтересно. У него есть тут какое-то письмо или записка. Приказы. Так, также тут у него есть ключ от сундука принадлежащего Декстеру. Ну и остальное тоже неинтересно. Так, ну что, мы сейчас прочитаем это. Ну, давайте сейчас дообычим здесь всех бандитов, которые остались. Может быть, кто-то есть здесь? Нет. Так, давайте еще сейчас сходим туда. Посмотрим, что находится там. Сейчас я просто здесь доубиваю бандитов, которые тут находятся. Сверю с них все, что есть. После я поговорю с Грэгом, а потом уже буду детально осматривать всю вот эту вот самую местность. Так, еще один бандит. Да он спит. Сейчас. Да, конечно, не удалось мне его убить с первого раза. Но если бы был критический латарь, я бы его убил прямо тут в постели, когда он еще спал. Так, ну что ж, в принципе, вроде это все бандиты, которые здесь находятся. До нового уровня тут осталось, ну, как вы видите, всего лишь-то... Сколько нам осталось? 985 опыта. Ну, сейчас мы еще поговорим, мы еще получим немало опыта. Ну, в общем, осталось буквально капли. И в самом начале следующего эпизода мы... Хотя, почему в самом начале следующего эпизода? Мы в этом эпизоде, наверное, получим уже новый уровень, когда поговорим с Ваттерсом. Так, ну а сейчас давайте поговорим с Грэгом. Ах, да, кстати, мы же забыли. Давайте прочитаем вот эту вот самую записку, которую мы нашли у Декстера. Так, и здесь мы точно можем убедиться в том, что Декстер нам не врал, и в том, что орудный барон, он тут требует новую партию похищенных людей, и так далее, ну... Что ж, я не буду, конечно, читать тут все подряд. Если кому-то интересно, поставьте на паузу, прочитайте. Ну что ж, ну теперь давайте поговорим с Грэгом. Я нашел только это письмо. Покажи. Черт возьми, это мне совсем не поможет. Нельзя было его просто так убивать. Скажи, ты случайно не знаешь, как попасть за горных ребят на северо-востоке Хориниса? Возможно, через портал, который обнаружили маги воды. Что это за бред? Маги воды. А мысли получше у тебя есть? Нет. Значит, я здесь застрял. На Декстера у меня была последняя надежда. А что тебе было нужно от Декстера? Я приплыл сюда из-за северо-восточных гор, и я хочу туда вернуться. Я надеялся, что этот ублюдок расскажет мне, как добраться туда без корабля. Недалеко от города я встретил пирата по имени Скиб. А, этот идиот! Я ждал его три дня. Почему он не появился раньше? Ничего, я ему еще покажу, что к чему. А что находится за этими горами? Ээээ, тебе даже не стоит пытаться туда попасть. Земли там суровые. Такому человеку, как ты, долго там не протянуть. Так, ну что ж, ну а теперь давайте займемся грабежом и достанем все, что здесь у нас есть. Обыщем тут все сундуки, обыщем всю эту местность. Ну и получим еще немало денег, а также других полезных вещей. Ну что ж, тогда давайте начинать. Итак, начнем вот с этого вот сундука. Так, первая отмычка потеряна. Ну что ж, довольно неплохо. Такая большая комбинация, открою я его, потеряя всего лишь одну отмычку. И здесь мы находим аж семь стальных заготовок. Это очень, очень полезные вещи. Особенно если мы кузнец. Надо будет как-нибудь обязательно прокачивать свое владение. Соб не владение. Хотя нет, в первую очередь нужно нам будет допрокачивать владение дворочным оружием. Но я ее, как я уже и сказал, буду качать только до того момента, как плюс один дворочнику станет стоить трячка обучения. После этого я буду повышать свой навык владения дворочного оружия с помощью этой самой книжки, скрижалек, а также, возможно, еще чем-то. Так, ну что ж, я вам сказал все, что насчет дворочного оружия. Ну а после всего вот этого вот, как я только прокачаю дворочное оружие, я докачаю все-таки кузнечное дело и буду ковать нормальные мечи, которые мне даже пригодятся. На ковку там мне нужно где-то 20 очков обучения, что ли еще, чтобы полностью научиться выковывать все мечи, если я, конечно, не ошибаюсь. Так, там у нас находятся пещеры, в них там находится пара ползунов. И, кстати говоря, также там мы можем найти парочку кусков руды. Так, здесь мы нашли кошелек. Так, здесь где-то находится свиток. Ага, вот он это, что у нас за свиток? Я даже не пойму, что это свиток забвения или свиток сна. Ну ладно, тут у нас луговой горец. Если мы пойдем туда, там у нас находится еще один свиток огненной стрелы, если... Мне, конечно, не изменяет память. Да, это свиток огненной стрелы. Теперь давайте-ка заглянем вот в этот вот дом. Посмотрим, что у нас здесь. Так, еще один сундук. Давайте сохранимся. Откроем теперь его. Посмотрим, что у нас находится в этом сундуке. Так, ну, первая отмычка уже потеряна. Так, вторая потеряна. Третья потеряна, ну... Не знаю, стоит загружаться или нет. Здесь мы находим еще две стальные заготовки. Это тоже отлично. Хотя, я думаю, не стоит. У меня сейчас 74 отмычки. Я же их покупал недавно. Ну что ж, пока что давайте я не буду загружаться. Хотя, три отмычки это уже большое количество, но ничего. Я думаю, что к тому времени, как я потрачу эти отмычки, там уже у торговцев появятся новые. Просто, ну, неинтересно как-то это все загружаться. Тем более, это нереалистично. То есть, узнаем мы комбинацию, загружаемся и все, все отмычки целы. Нет, так не очень интересно играть. Хотя вот так, куда более интереснее. Так, здесь у нас находится такой вот меч-крушитель черепов. Еще какой-то эликсир. Давайте посмотрим этот меч. Вот такой вот меч, одноручный меч. Урон 70, необходимый силой 70. Ценность 700. Ну что ж, мы его продадим. А здесь находится сундук. Это как раз таки сундук Декстрия, который открывается с помощью того самого ключа. У нас находится 30 золотых монет, серебряный кубок, а также лечебные эссенции. Ну, не так уж и много, как хотелось бы. Так, а теперь давайте поднимемся вот сюда, вот наверх. Я рекомендовал бы настоятельно подняться сюда наверх. Здесь у нас находится нечто полезное. Но сейчас вы сами, в принципе, все увидите. Итак. На самой вот этой вот крыше здесь мы ничего не видим интересного. Но если мы аккуратненько поднимемся вот сюда. Так не получилось. А потом вон туда вот. Сейчас давайте как-нибудь. Да что ж такое. Всегда с первого раза залазил. Сейчас не получается что-то. Ну, не знаю. Давайте отправим сюда. Ну, вот, отлично получилось. Здесь мы можем найти вот такой вот интересный огненный лук, а также парочку стрел к нему. Если мы открываем этот сундук, то получим еще небольшое количество таких стрел. Ну, что ж, давайте тогда сейчас так и сделаем. Сохранимся и попробуем вскрыть этот самый сундук. Так, и тут мы находим еще 17 таких огненных стрел. В итоге мы получаем огненный лук, а также 20 стрел к нему. Ну, теперь я хотел бы вам рассказать особенности этого самого огненного лука. Во-первых, он имеет довольно большой урон по сравнению с необходимой ловкостью для того, чтобы его носить. Ловкостью он требует всего лишь 25, а урон от него 50. Но, единственное самое плохое, что то, что для того, чтобы стрелять из этого лука, нам необходимы вот такие вот огненные стрелы. А, к сожалению, найти мы их всего сможем в игре вроде как 20 штук, если я не ошибаюсь. То есть он, попросту, считайте, нам никуда не пригодится. Ну, так, может. Где-нибудь потратим эти стрелы. Но сейчас мой арбалет, как вы видите, даже по урону получше этого самого лука. Так что, возможно, им я даже и не буду пользоваться. Ну, разве что буду носить только ради красоты. Вот, действительно, если носить его ради красоты, то он очень красивый и очень прикольно смотрится. Что ж, ну, теперь давайте обследуем ту же самую шахту, которая здесь и находится. Там находятся ползуны. А также там мы можем достать несколько кусков руды, которые в готике два ночеворна стоят довольно-таки дорого. Если я не ошибаюсь, конечно, каждый такой кусок стоит вроде. Двести золотых монет, что ли, стоит. А, ну, прежде чем туда отправиться, давайте ещё заглянем вот сюда вот. Так, не очень хороший путь тут выбрал, но я не упал. Отлично. Заглянем вот сюда вот. Но прежде чем идти туда, я бы, это надо было бы сохраниться. Там у нас находится ещё одна пещера, в которой находятся скелеты. Туда нам нужно будет обязательно попасть. Если мы будем выполнять одно задание, в четвёртой или в пятой главе, не помню точно, по-моему, в четвёртой, там на ферме Анара мы сможем получить одно задание на поиски яиц дракона, что ли. Ну, так вот, они будут разбросаны по разным пещерам Хориниса. Как раз-таки одно из них будет находиться в этой пещере. Как видите, сейчас она закрыта на вот эту вот дверь. Вроде как она открывается просто так, там не нужен никакой ни ключ, ничего. А там уже находится за этой дверью прямиком огромное количество скелетов. То есть, эта пещера, она вся, просто вся кишит этими самыми скелетами. Поэтому туда я, конечно, отправлюсь, я вам покажу, что там есть. Но не раньше четвёртой главы, так как раньше там мне делать нечего. Но я туда не иду только, потому что я с ними просто-напросто не справлюсь. Они меня убьют с одного удара. Ну, может быть, с двух. Если у меня полное здоровье, конечно, будет. Так, ну что ж, в принципе, я вам всё показал. Осталась теперь пещера с ползунами. Давайте тогда сейчас сходим туда. Ну, а после всего этого отправимся в город Экватросу. И доложим ему о том, что я узнал, куда деваются все эти самые пропавшие люди. И после чего, кстати говоря, я смогу уже присоединиться к кольцу воды. Ну, конечно, при условии, если я передам лорду Хагену это самое послание от Эксаркса. Итак, здесь у нас есть такой выключатель. Нажимаем его, поднимается такая решётка, кстати, сейчас она опустится. И вы можете не волноваться, что вы отсюда не выйдете, и вы отсюда сможете выйти. Так как на другой стороне находится тоже такой же переключатель. Если у вас прокачан одноручник или двуручник хотя бы до 30%, то с ползунами вы сможете сражаться очень и очень быстро и так же просто. Видите, ничего сложного в этом нет. Просто махаете то влево, то вправо. С одноручником это сделать будет, ну, до того просто, что... Я не знаю, вы ростом. Вообще, честно говоря, я не знаю, вам говорил или нет, наверняка говорил. То, что с двуручником ходить и играть куда более сложно, чем с одноручником. Ну, я не ищу лёгких путей. Я вот пойду по такому пути. Так, давайте повернем сюда. Там у нас ещё один ползун. Ну, это уже обычный ползун, не ползун, а воин. С ним я справлюсь вообще очень быстро. Буквально тут достаточно одного критического удара и всё, чтобы его убить. Ну, может быть, двух. Ну, или трёх. О, ещё один. Ну, это уже куда посложнее, но всё же. Они никогда не пробьют мою драню. Сейчас, если будут убить вдвоём. Нет, почему пробьют? Но пробьют её не так скоро. Итак, здесь мы получаем кусок руды. Ещё один кусок руды. И ещё один кусок руды. Что ж, отлично, сохраняемся. Если я, конечно, не ошибаюсь, если меня не изменяет память, то такая вот. Как раз такие куски руды нам пригодятся для изготовления рудного оружия. О, ещё два куска руды. Ну, вроде как, рудное оружие только смогут делать эти наёмники. Хотя, может быть, я очень ошибаюсь. Вот сейчас напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто точно помнит, кто знает. Рудное оружие уже могут делать только наёмники. Или его также могут делать и обычные опручения. В общем, напишите. Буду вам очень благодарен, кто ответил на этот вопрос. Ну, а тем самым временем мы убиваем... Мне уже, считайте, затупил немного. Убили ещё одного караулера воина. Он, вроде как, последний. В этой пещере, да, последний. Здесь у нас ничего нет. Жалко, но ничего. Итак, до нового уровня, как видите, тут у нас остаётся буквально чуть-чуть опыта. Ну и этот опыт сейчас мы получим как раз-таки, когда поговорим с Ватросом. Ну что ж, пещеру мы осмотрели. Но теперь для тех, кто не заметил, я покажу, как выбраться из этой пещеры. Нажимаем выключатель на этой стороне уже. Решётка поднимается, и мы выходим. Не знаю, зачем её, честно говоря, сделали, но может быть так, чтобы усложнить. А битву с ползунами, чтобы нельзя было отходить назад. И да, кстати говоря, я думал, что этот кошелёк собрал здесь. И мимо него проходил уже не раз. Но не собрал. Ладно. Что ж, теперь давайте, наверное, подлечусь уже тогда и отправлюсь в город. Ну, как я уже говорил ранее, весь путь я вырежу. Так как, смотрите, второй раз весь этот путь вам будет, наверное, совсем неинтересно. Поэтому давайте сейчас встретимся уже тогда в городе возле Ватроса. Уничтожим. Итак, вот я нахожусь уже в городе возле Ватроса. Ну и теперь давайте с ним поговорим насчёт пропавших людей. Насчёт людей, пропавших без вести. Да? Я знаю, где находятся пропавшие люди. Что ты узнал? Человек по прозвищу Ворон спрятал их в удалённой части Хориниса. Почему ты так уверен в этом? Я читал его приказы. На него работают местные бандиты. Вот. Отличная работа. Я боялся, что мы никогда не узнаем ответа на эту загадку. Я готов вступить в общество Кольца Воды. Значит, ты доставил сообщение Лорду Хагену? Нет. Пока нет. В таком случае поспеши. Отправляйся к нему. Это сообщение очень важное. Так, ну что ж, вот и как я сказал, мы получили новый уровень. А также, как вы сейчас могли видеть, то, что пока что Ватрос не может меня принять в Кольцо Воды, так как я ещё не доставил сообщение Лорду Хагену. Ну что ж, я обязательно доставлю ему сообщение. И сделаю, скорее всего, это... Ну, может быть, через один, через два эпизода. Но точно не в следующем. Так, сейчас у меня уже, как видите, двенадцатый уровень. Ну, не знаю, уровень, так думаю, тринадцатый, четырнадцатый. Может быть, дальше пятнадцатый, как я хотел, я получу это вступление во вторую главу. Ну и на этом этот эпизод я уже буду заканчивать. Следующий эпизод я тогда начну, наверное, вообще не знаю где, но я бы всё произносил. И он попросил Иноса оставить часть своей силы в этом мире, чтобы он мог вернуть её человеку, если зверь вернётся. Ну, ставьте лайки. Также я хотел бы извиниться за то, что такое продолжительное время не было видео. Ну, я надеюсь, что больше таких больших разрывов не будет. Ну, по крайней мере, хотя бы на вот этой вот неделе. Надеюсь. Ещё раз всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем пока.